Всем привет! Завтра Пасха! С чем всех и поздравляю! У нас завтра, пока видео будет стоять, то уже у кого-то будет сегодня, а кто-то проснется после Пасхи, это будет уже вчера, то поздравляю всех с Пасхой, у кого завтра, у кого вчера. Так как у нас в семье холодец, немногие кушают, так что холодец это мужская работа и буду его делать сегодня я. Буду показывать, как делает его всегда классический, классный холодец, очень вкусный. Для этого надо много мяса, чем больше, тем лучше. Свиная ножка нужна, если есть такие ножки маленькие, тоже нужны, если есть хвост, тоже нужен, если есть уши, тоже нужны. Но у меня, так сказать, есть только такая ножка. Потом берем просто мясо, которое у вас еще есть, потом берем морковку, берем луковицу, берем перец горошек, берем лавровый листик, соль и таких как я, у которых нету хвостика и других ножек, берем чуть-чуть желатина бесцветного. Потому что, я думаю, безвкусного и бессмертного. В общем, желатин, сильный собор, сильный надо. Ну вот, сейчас покажу, как из этой прелести, как из этой всей прелести делать такую закусочку. Поехали на кухню. Итак, приступаем. Первое, значит, ножку надо на шампур или еще на что-нибудь. У меня есть такие вилы, помыть прежде. Потом надо ее обжечь. Значит, чтобы потом ничего не чистить сильно, подкладываем в фольгу, вот, под конфорку и начинаем обжигать. Потому что сейчас эти все поросенки, которые продаются, это из магазина, со всяких ферм, там, то, сё, это понятно. Но они не так, как в старину. Вот когда я еще маленьким был, и мой дедушка, так сказать, обделывал поросенка, так прежде, чем разделывать, они его обжигали. Всю ему шерсть обжигали, да? И обжигали соломой. Вплоть до того, что обкидывали вообще вот такими снопами, с соломой такими и подпаливали. А потом мыли, чистили ножиками и получалось, что нету никакой шерсти. Вот и у вас не должно быть никакой шерсти в холодце, так сказать. Лучше пускай даже вот такая чуть-чуть подгоревшая будет. Сейчас мы ее почистим, помоем. Это все равно как мясо, которое сначала обжарить, а потом готовить, варить. Знаете, совсем другой вкус. А когда в холодце там купили, сварили, не обсмолили. И потом плавают всякие ошметки шерсти, это совсем не годится. А я еще помню те времена, когда соломой обжигали. Потом уже пошли паяльные лампы такие на бензине. А потом уже только пошли такие шланги подключены к газовым баллонам и обжигали уже над газом. Ну и пока уже, конечно, над газом. Сейчас я солому тут не буду парить в Буэнос-Айресе в квартире. Так что показываю. Все вот так хорошенько-хорошенько обделываем. Да? И вообще я такой древнейший, что я еще помню те времена, когда телевизора не было, не то что интернета. И когда в селе первое радио провели. Так что тогда поросенково готовили очень-очень вкусно. И холодцы с этого получали просто объедение. Вот, видите? Такое даже может немножко быть загоревшее. Пусть лучше так. Потом все это хозяйство мы ножиком пошкребем, почистим, еще раз обмоем и перейдем к следующему этапу. Запах. Ребята, только вот этот запах уже, так сказать, вкусно гоняет. И вообще, когда что-то собираетесь готовить, надо уже представлять, как оно будет. Как оно будет выиграть, как оно будет на вкус. Это сразу вас подстегнет, как правильно надо все приготовить. Потому что человек, который, кто не может так себе представить, значит, должен готовить на холодный желудок. Когда ему будет легче представить, что получится. Вот, смотрите, какая ножка. Чисто сельский поросенок получается. А? Вот так. Продолжаю. Сейчас буду чистить. И следующий этап. После того, как осмолили, надо скоблить. Брать ножик под воду и вот так вот скоблить кожицу. Хорошо, хорошо, хорошо. Потом режем на довольно крупные кусочки. Вот на такие. Вот на такие. Уже поскоблены. И хорошо 2-3 раза вымываем, пока водичка чистая не ставит все это мясо. И после этого только начнем сейчас готовить. Так, помыли. Налили водичку чистенькую. Видите, прозрачная теперь после 2-3 промываний. Ставим на огонь. И воды я наливаю где-то раза в полтора больше. Вот выше, чем мясо. Так. Потому что вариться оно будет не меньше 3 часов. Но. Это потом. А сейчас первый этап. Накрыть крышкой и посматривать. Главное не пропустить, не дать ему успеть закипеть. И смешать все, что будут выделять косточки. Надо вот только начнет, так сказать, закипать. Начнет выделять, так сказать, такую муть. С косточек и все. Вот ее надо собрать. Успеть собирать, 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 собирать. Пока не закипит. Потом поздно будет. Кто уже прозевал, кто уже прозевал. Может слить, помыть и снова. Но. Не знаю. Мне так не нравится. Мне нравится понаблюдать и собрать. Я в моем случае буду применять еще желатин. Потому что у меня нету много ножек. Значит, мне понадобится холодная водичка. Ну, как холодная комнатной температуры. Но кипяченая. Так что будем, так сказать, момент выбирать. Все равно пока там готовится. Закипятим и отставим. Пускай остывает немножко кипяченой воды, чтобы у нас холодненькой было. Итак, водичка у меня тут остывает. Будем делать такой деревенский холодец. Потому что по-городскому сейчас бы вот это вот чуть-чуть больше закипело. Все бы слили. Ну, и воду налили. Но это уже все не то. Значит, нам надо не прозевать вот этот момент, когда начинает сходить пенка. Видите? Вот. Готовимся к нему. И это такой вот момент. Надо ее собирать. Делаем это вот так. Раз. Тут чуть-чуть терпения. Зато потом результат оправдывает. Средство затраченное на холодец. Хороший. Так что дальше все будет просто отменно. Вот так вот. Это даже интересно. Ловить так пенку. Если вдруг вы не такие шустрые, как я, которые быстро собирают пенку. Значит, можете убавить немножко. Чтобы закипало помедленнее. Вот. А то сейчас наступит такой момент, когда будет не успевать. Потом. Можно вот так пошевелить. Видите? С мяса пошевелить сразу всплывет больше. Потому что есть некоторые, которые там собрались под низом. Ей трудно всплыть. Значит, вот называется такая игра. Собирание пенки. И в этой игре должны победить вы, а не холодец. Так что все. Делаем это с удовольствием, с веселым настроением. С прибаутками, шутками. Но не забываем пособирать ее всю. Иначе будет мутный очень. Да и просто. И правильный. Правильный холодец. Как говорил Матроскин. Правильный бутерброд. Надо колбасой на язык ложить. Так и тут. Правильный холодец. Надо пенку собирать. Вот так, ага. Даже интересно. Вот так вот все. И продолжаем. Ну вот так вот собираем. Даже только без фанатизма, без паники. Если вдруг там и остался маленький кусочек беленькой пенки. Так это же нормально все. Мы же делаем по-деревенски. Не делаем там по-городскому. Вот смотрите, какие зажаристые кусочки. Видите? Это прямо вот как будто поросенка этим самым, как я рассказывал, соломой с малиной. Это все будет так, как должно быть. Вот так вот аккуратненько собираем сколько можем. Но бульончик остается очень прозрачный. Оно даже видно, что там вот под низом. Видите? Бульончик довольно хорошенький, прозрачненький. И до самого, до самого сколько можем. Потом уже, когда хорошо закипит, все, прекращаем этим заниматься. Но пока успеваем, до тех пор делаем. Итак, у меня уже кипит нормально. Я немножечко убавил. Вот последние, как говорят, штрихи. Дальше я делаю таким образом. Бросаю сюда луковицу целую. Вот, бросаю сюда одну морковку. Мне морковка тут нравится. Она дает такой немножко слощавый такой вкус. Вот, раз. Бросаю сюда перец и ловушку. Вот, все по вкусу. Все без пропорций. Кому сколько нравится. Вы должны представлять, как оно будет на вкус. Вот уже, как бы. И так оно и получится. Это 100%. Так. Соли. Тоже на вкус. Я считаю, что на мой холодец. Вот столько. Все. Выбираю небольшой огонь, чтобы кипело по чуть-чуть. Но не сильно, не бурлило, ничего. И оставляю его часть на три. Не забываем накрываем крышечкой. Чуть-чуть оставляем так, чтобы пар выходил. Все. Ждем. Теперь можно заняться другими делами. И так, прошло три часа. Я думаю, все готово. Вот. Смотрите. Просто-просто прелесть. Все. Сейчас выключаю. Бульончик надо через какое-нибудь сито все процедить. И отдельно, чтобы он был по мяску. Оставим и будем разбирать, раскладывать по тарелочкам. И так. Смотрим. Мясо. Мясо я разобрал на кусочки. Кто не любит морковки, пускай не ложит. Я люблю кусочки морковки сюда. И я люблю эту кожицу, которую мы обсмаливали. Потому вот тут тоже есть. Каждый укладывает куда кто хочет. Кто хочет. Вот я беру в таппер и в круглую штучку. Мне так удобнее в холодильнике их хранить. А кто хочет в какие-то формочки. Или просто в красивую тарелку. Это все на вкус и цвет. Уже кто куда хочет, туда и делает. Если было много косточек. И очень хороший бульончик. Значит ничего добавлять не надо. Я покажу. У меня, во-первых, было не много косточек. А во-вторых, просто для тех, у кого, так сказать, тоже такая же самая ситуация, что не много. Вот желатин, который просто без вкуса. Вот здесь у меня стоит в стаканчике чуть-чуть. Вот, видите. Водичка, которую я кипятил. Она теперь остыла и комнатной температуры. Насыплю немножко туда желатина. Я не буду много, потому что я считаю, что практически можно обойтись и без него. Но это на случай, если у кого-то такая ситуация. И размешиваем в обычной водичке комнатной температуры сначала желатинчик. Вот. Потому она кипяченая, чтобы была не сырая, ничего. Вот, я ее размешал. И теперь аккуратненько вливаем в этот сиробульон, который у нас тоже уже, так сказать, чистенький, остойный. И помешивая. Помешивая, помешивая, помешивая. Таким образом, он очень хорошо и равномерно растворится. После этого, трам-там-татам, решающий момент. Значит, поставим все, чтобы было хорошо видно. Вот такой у нас холодец. К празднику будет. И заливаем его бульончиком. Аккуратненько распределяем. Это будет бабушкин холодец. С засмаленной порохенком. Смотрите. Все. Наша красота свершилась. Остался единственный этап. Дождаться, пока он станет холодненьким. И начнет, когда будет холодный, его можно будет уже поставить в холодильник. И мы его ставим в холодильник. И ждем финального выноса на стол. Вот такой окончательно получился у меня холодец. Ну, прямо, смотрите, холодец по-домашнему. Все. Готовьте, наслаждайтесь. И вы не бойтесь, все будет очень классно. Повторяйте рецепты. Смотрите. Прелесть. Сюда только не забываем взять еще, приготовить хрена или горчицы, или японской приправе васаби. И будет очень-очень вкусно. Еще раз всех с Паской. Мы тоже сейчас будем наслаждаться и готовить другие блюда. Пока. До следующих видео.